Всем привет! В этом видео мы рассмотрим, что делать в случае возникновения ошибки 0x80070002-0x2400, которая может возникнуть при запуске утилиты Media Creation Tool. Эта утилита используется для обновления Windows 11 до версии 24H2 и более ранних и скорее всего более поздних версий, а также для создания загрузочной флешки. Первое, что нужно сделать, убедиться, что у вас не пропал интернет, так как эта ошибка возникает из-за того, что компьютер не может получить доступ к серверу. Всякое бывает, может быть как раз совпало, что что-то отключилось или провайдер дал сбой. Если все с интернетом нормально, то нужно запустить эту утилиту с запущенным VPN. Если у вас уже есть рабочий VPN, запустите его, после чего запустите утилиту. Если у вас нет VPN клиента, то вам нужно скачать и запустить любой работающий на данный момент. На данный момент одним из таких VPN клиентов является Planet VPN. Чтобы открыть страницу с бесплатной загрузкой данного VPN, вы можете воспользоваться ссылкой, которая находится в описании этого видео. Для скачивания нажмите на кнопку «Скачать бесплатно». После скачивания перейдите в папку с загруженным файлом и запустите установщик данного VPN с правами администратора. В этом окне выберите язык и нажмите «Далее». 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 Здесь уберите галочку, если не хотите, чтобы плагин появился в вашем браузере. И без него все работает. После чего «Далее». В результате начнется процесс установки Planet VPN. После окончания установки нажмите «Завершить». И если вы не убрали галочку, то VPN запустится без других манипуляций. Если убрали, запустите VPN, использовав ярлык. Тут примите лицензионное соглашение. Особого смысла подробно рассматривать программу нет. Все равно выбрать сервер в бесплатной версии вы не можете. Просто нажмите «Подключиться» и дождитесь подключения. Появится надпись, что ваш VPN подключен. Теперь Media Creation Tool должен запуститься нормально, без ошибки. Как видите, у меня запустился нормально. Ну а дальше, выполните действия для создания загрузочной флешки или ISO-образа. Если вдруг в процессе установки или обновления Windows 11 возникнут какие-либо еще ошибки, перейдите по ссылке в плейлист, посвященный этим ошибкам. Правда, я его только сейчас создал. Из-за этого там только несколько видео. Но со временем там будет больше разных кодов ошибок. Если видео вам помогло решить ошибку, или вы узнали про новый для себя VPN, не забудьте поставить лайк и подписаться. До встречи в следующем видео. Пока.